Добрый день, дорогие друзья, с вами Алекс Муромцев, и сегодня я покажу вам некоторые партии с турнира Кужао Ланки Кап. Этот турнир можно считать чемпионатом мира наравне с LG Капом, с Samsung Капом, с IN Капом и еще с несколькими международными соревнованиями, в которых принимают участие сильнейшие игроки планеты. Ну и в этом видео я хочу показать вам некоторые интересные партии оттуда. Ну и давайте начнем с партии игроков, которые ближе всего к нам, любителям ГО из России и Европы. Ну и начнем мы с партии американского профессионала Александра Чи против китайского профессионала, одного из сильнейших, Ли Войчина. Это партия первого тура, ну и можно сразу сказать, что это первый розыгрыш этого турнира. И этот турнир проходил с мая по июнь этого года в городе, возможно, кстати, Кужоу, либо Ханчжоу. Точно не знаю, но проходил он в Китае. Ну и про игроков, что можно сказать. Ли Войчину 20 лет, он один из сильнейших игроков в Китае, соответственно, один из сильнейших игроков в мире. В то время как Александр Чи, молодой, подающий надежду профессионал из Америки, он получил профессиональный статус, кажется, в 2022 году на американской проквалификации, наряду с Кевином Янгом, который также очень силен и перспективен. Вот, и кстати, Кевин Янг представлял Америку на турнире Globis Cup. Это чемпионат мира среди игроков до 20 лет. Так что если под этим видео будет, ну давайте, 150 лайков, то будет также разбор Globis Cup. Вот, ну а пока что этот турнир... Да, заранее извиняюсь, я немножко приболел, поэтому... Да, буду периодически кафлить, прошу прощения. Вот, ну и чертами играет Ли Вой Чин, белыми играет Алекс Чин, как его принято называть у него на родине. Вот, ну и начало более чем стандартное. Вторжение в Сэн Сэн. Да, вот этот ход немножко необычен на самом высочайшем уровне. Принято за черных играть в А или в П, но такой ход, конечно, тоже не ошибка. Просто немножко интересно. Можно ли это связать с некоторой недооценкой соперника? Или скорее пониманием того, что соперник куда слабее? Не знаю, но... Из тех партий, которые я смотрел, Ли Вой Чин предпочитает обычным. Менее агрессивные ходы. Ну, неважно. Дальше последовало еще одно вторжение в Сан Сан. И можно сказать, что вторжение в Сан Сан это небольшая неточность, потому что, когда черный играет Хасами в точку Б, за белых лучше как-то доигрывать. То есть самый сильный ход в этой позиции, объективно, это вот такая кейма. Но я прекрасно могу понять, почему Алекс не пошел на эту позицию. Тут дальше последовало бы разрезание, я практически в этом уверен. И тут есть много сложных вариантов, в которых, конечно же, более сильный игрок почти наверняка запутал бы менее искушенного. Поэтому белый решает сыграть Тенуки. И могу его понять, да. Тем не менее, с точки зрения искусственного интеллекта, это небольшая потеря. Да, и это стандартное продолжение, в случае, если белый здесь не играет. Белый доигрывает Чосеки сверху справа, черный добивает, это тоже отличный ход. И в итоге видно, что у черных снизу справа очень большая территория и потенциал на мою в случае хода Г3. Но белый пока играет здесь, пытаясь построить зону на верхней стороне. Дальше игроки поочередно строят зоны. И, пожалуй, первая серьезная ошибка в партии, это вот эта Хане. За белых лучший ход это Уденини. На что черный обязан забирать камень, иначе у него слишком много Адзи. И теперь белый может сыграть очень важные Амагари. Видно, что у белых неплохое влияние. Позиция около равенства. Ну и дальше черный может выбрать. Или сразу вторгаться в зону, или сначала прыгнуть, расширяя свою, и только затем уже как-то вторгаться. Вот так позиция была бы равной. А после Хане очень неприятное разрезание, потому что на него нет хорошего ответа. То есть, если белый будет пытаться как-то черного съедать, то тут есть разрезание. И все плохо. То есть, если сюда, то двойной Атарь, либо если сюда, то тогда съедается этот камень, и вместе с ним угол. Ну как, угол можно спасти, но белым это не помогает. Вот, поэтому единственный ход это сюда. Но в таком случае видно, насколько обмен А, Б помогает черным, насколько он портит белым форму. Поэтому все же за белых стоило у лениться А. Да, я прошу прощения. Да, черный вторгается, белый выбирает камень. Но, пожалуй, это тоже можно называть неточностью, поскольку стоило хотя бы обменять вот это, прежде чем давать Атаре. Потому что в партии получилось, что у черных очень легкая база, и черный чувствует себя максимально комфортно. Уже в этот момент у черных перевес. Да, возможно, не такой большой, но все-таки 44-й ход у черных уже лучше. Про то, что этот турнир проходит, как вы уже могли понять, по китайским правилам, где изначально на нулевом ходу партии Биата выигрывает полтора очка. Вот, то есть неприятно. Да, дальше вот этот стандартный ход за черных, если белый не хочет обменивать вот здесь. То есть, если белый делает этот обмен, то тогда черный униняется. Но белый, конечно же, не хочет делать этот обмен. Белый хочет получить вот так. Что будет за белых лучше, поскольку этот обмен помогает черным больше, чем белым. Вот, но у черных есть двойной хане. И идея в том, что если белый играет сюда, то черный может, например, дать двойной Атаре. И пробить камень. Ну и тут, казалось бы, это очень много, но у черных есть выбор. То есть, в данной конкретной позиции, конечно, черный играет вот так. И черный просто счастлив собрать вот такое пануки в сенте, потому что дальше можно, например, прыгнуть. И видно, что все в районе точки А будет принадлежать черным. И белый туда, наверное, даже попытаться флорнуться не может. Все слишком крепко. Да, белый, конечно, забрал немало очков в углу Б. Но этого явно недостаточно, чтобы компенсировать потери справа. Вот, и дебуши иногда, когда черным не так интересно влияние на нижней стороне, черный может пойти сюда. Тогда белый съедает, и черный даже не обязан добавлять ходы в углу. Черный может, например, играть здесь. Да, это комбинация за белых сенте, но при этом видно, что у белых на месте пануки ложный класс. У черных неплохой пануки в центре. И этот результат черных тоже, я думаю, вполне бы мог устроить. Поэтому за белых можно не соединяться. А если белый хочет отдать черным пануки, то белый может отдать черным вообще все пануки. В таком случае черный забирает, и дальше может провести здесь. Может не пробивать здесь, но смысл понятен. Белый забирает угол, черный забирает влияние. Да, вариант на первый взгляд выглядит... На первый взгляд выглядит... Как же я плохо говорю? Да, на первый взгляд кажется, что это плохо за белых, и в этой позиции, пожалуй, это действительно так. Но в особом типе позиций это может быть за белых нормально. Вот почему не сюда? Потому что тогда белый соединяется, и у черных слишком много проблем. То есть можно закрыться здесь, но тогда убежит камень, и черный не получит пануки, а получит проблемы, если так сыграть, поскольку нужно... Ну как, хочется успеть здесь, но тогда будет неприятный атари, и так играть не стоит. Вот, поэтому белый удлиняется, черный дает атари, белый закрывается, и черный торгается. Все-таки у белых достаточно большое мое на левой стороне, поэтому его нужно как-то уменьшать. Дальше красивая кейма, и... Черный просто устроит форму, и вот такой ход. Это не самый хороший ход в позиции, но он красивый. Он красивый, поскольку спрашивает, что же битвы хочет. За белых, пожалуй, стоило просто оттянуться, но в таком случае я предполагаю, что черный бы даже не стал здесь играть, а просто закрыл себя снизу, поскольку видно, что да, черный этими камнями, которые он поставил, укрепил свою группу наверху, теперь она наверняка живет, и плюс у черных очень большое мое снизу и справа. Поэтому это также было бы в пользу черных. Вот, но белый играет здесь. Белый не хочет пассивно защищаться, но в таком случае следует разрезание, после которого видно, что у белых очень плохая форма, и с такой формой бороться крайне тяжело. Вот, ну и тут белому, наверное, по-хорошему стоило бы сыграть сюда, но белый ответил так, и предлагаю вам вот в этой... Нет. Да, наверное, вот в этой позиции найти за черных красивый-то судьи. Он тут будет стоять несколько ходов, черный его сыграет не сразу, но, тем не менее, можете поставить видео на паузу и попытаться найти. На самом деле, пожалуй, это одна из единственных причин, по которой я показываю эту партию. Это судьи, правда, мне понравилось. Да, но... Я не знаю, стоит упоминать о том, что тут произошел полный развал за белых, то есть была белая зона, в итоге белый получил совсем чуть-чуть очков, черный забрал в ней панцирь черепахи, это слишком хорошо за черных, черный уже далеко впереди, и можно сказать, уже выиграл. Вот, ну, черный чуть-чуть укрепляет группу, и после этого играет тот самый Десутин. В чем его идея? Если белый играет отсюда, что белый сделал в партии, то тогда тут можно начать ко, потому что это угрожает с белой камнем. Либо что, если бы белый защитился от ко, например, таким ходом, то тогда черный может прыгнуть в углу, и белый не может выиграть семей. То есть тоже белый разваливается. Но черный просто выживает своей группой, наносит ко угрозу, белый наносит ко угрозу, и черный просто в качестве ко угрозы защищается, потому что черный прекрасно понимает, что если белый пробьет ко, то черный в сенте выжил в зоне белого, забрал два камня, успел соединиться в J4, и эту позицию очень легко конвертировать в победу. Поэтому белый пытается играть агрессивно, делает тут эти обмены, но черный не обязан отвечать, потому что если черный съест атаку, то угол же тоже умирает, а эта группа черных, ее жизнь как раз зависит от того, жив ли угол. Поэтому черный вынуждает белого соединиться, дальше играет здесь, белый торгается, но черный просто добивает камни сверху, и теперь видно, что вот эти два камня, они только пронесли очков в черном, то есть черный успел в С, в то время как белый играл А и Б. Да, в итоге белый все-таки защищается от куборьбы, но белый забрал очки с левой стороны слишком высокой ценой, и черный буквально через несколько ходов тут выигрывает. Белый пытается убежать своей группой, но в этот момент сдается, поскольку даже если его группа живет, а его группа, пожалуй, живет, то есть можно, например, нанести Атари, у деницы, и группа живет, но в дальнейшем черный может успеть пойти сюда, ну, пока, наверное, нужно как-то здесь доиграть. Допустим, белый как-то выжил, хотя еще не факт, что тут можно выжить, ну, даже если черный просто вот так вот заберет очки справа, ему этого более чем хватит, поэтому на 139 ходу Александр Чи признал свое поражение и покинул турнир, так как турниры подобного рода, то бишь чемпионаты мира, проходят почти всегда, хотя, пожалуй, правильнее сказать всегда, по олимпийской системе, то есть на выбывание. Вот, ну а на этом мы переходим ко второй партии. Это партия между Али Джабарином, который играет черными, и Джан Куи Чи, который играет белыми. Ну, Али Джабарином вы многие можете знать по европейским турнирам, а Джан Куи Чи это также один из сильнейших китайских игроков. Пожалуй, можно сказать, что лучший его турнир уже немножко в прошлом, но он все еще очень силен, что, собственно, и показал в этой партии. Вот здесь, в принципе, было очень спокойно в Усеке. Али не стал дальше играть новомодное прилипание, он просто решил сыграть на территорию, и Джан Куи Чи прилип, просто чтобы получить эти санты обмена, чтобы получить влияние на нижнюю сторону. И дальше Кейма. Кейма это отличный ход, который, во-первых, усиливает группу А, а во-вторых, угрожает ходом... Вообще, это должен быть ход Б, но не важно. Во-вторых, угрожает накрывающим ходом, который не позволит черным получить много очков справа. Вот так, черный вторгается в сан-сен, белый разворачивает стенку на интересную сторону. Да, дальше, собственно, играет этот ход. Ну и черный понимает, что если на него как-то отвечать, предположим, черный ответил бы как-нибудь так, видно, что белый в сан-сен-то получает отличное влияние, дальше может успеть здесь, потом расширить свою зону. Ну, допустим, черный ответит. Ну, да, черный может пойти вот так, но, в принципе, тогда белый может пойти так. И опять же, угрожать захватить этот камень в лесенку. Да? Ну, предположим, что черный ответит так, тогда белый еще может сыграть какой-нибудь вот такой ход. Он кажется немножко вычурным, но на самом деле в такого рода позициях прыжки от камня по третьей линии, они хорошие. То есть, во-первых, черный не может теперь вторгаться. Ну, может, но он либо умрет, либо попадет под настолько жестокую атаку, что лучше бы не вторгался. Ну и, во-вторых, белый в целом расширяет свою зону максимально. Это как раз то, что нужно делать, когда у вас зона. Вот, ну, поэтому черный пытается раздробить белую позицию, на что белый играет прилипание, да, вставляет этот ход, чтобы не было тут никаких проблем. Вот, ну, в этой позиции это не страшно, поскольку можно даже сказать, что у черных сверху небольшая переконцентрация с камнем у 17. Дальше белый играет как раз этот прыжок, черный тоже прыгает, и, к сожалению, как бы это грустно ни звучало, эта партия просто пример того, как более сильный игрок обыгрывает более слабого, потому что уже в этот момент, казалось бы, 53-й ход, но у белых больше 90%, и белый выигрывает около 9 очков. То есть позиция абсолютно безнадежная. Грустно, но такова жизнь. Вот, ну и дальше происходит атака на группу черного. Она выбегает в центр, но черный отдает достаточно много очков на левой стороне. Белый заканчивает в центе, забирает два камня, и дальнейшие попытки черных что-то сделать не могут уезжаться успехом, поскольку позиция уж слишком тяжелая. В итоге черным удается выжить своей большой группой, но цена этого была достаточно велика. Да, белый просто съедает разлицающие камни. Белый всем живет. Ну и черным, чтобы выжить, приходится полностью отдать угол снизу-слева, плюс черным приходится отдать три камня, которые они могли спасти, если бы не делали этот обмен. Ну и все равно черный живет в Готе с тремя очками территории. Позиция абсолютно безнадежная. Ну и буквально через нескольких ходов она закончилась. Вот, то есть тут белый просто уменьшает зону черного, и плюс оказывается, что группа черных умирает, и даже не дожидаясь ответа от белых, в этой позиции Али признал свое поражение, и также покинул турнир. Кстати, что забавно, в следующем туре победители этих двух пар, то бишь Чан Гуэй Чи и Ли Вэй Чин, встретились между собой. Вот, то есть было бы забавно, если бы Александр и Али выиграли и играли бы между собой во втором туре Чемпионата мира. Вот, ну а теперь мы переходим к партиям между двумя максимально сильными игроками, и это партия между Ямой Ютой и Сиир Хао. Ну, Ямой Юту, я думаю, вы все знаете, это многолетний лидер японского ГОМ, а Сиир Хао, это, кстати говоря, его давний соперник, потому что именно благодаря Яме Юте Сиир Хао получил девятый дан. Ну, вы спросите, как же так получилось? А получилось это просто. В 2018 году они играли между собой финал Samsung Cup, если я не ошибаюсь. Это был либо Samsung Cup, либо LG Cup. Кажется, Samsung. И на тот момент Сиир Хао имел только пятый профессиональный дан. Но, так как он выиграл тот финал со счетом 2-1, он сразу был повышен до девятого дан. Это правило Китайской Ассоциации. Ты можешь получить девятый дан, только если ты чемпион мира, насколько мне известно. Ну и, если ты выигрываешь чемпионат мира, ты автоматически получаешь девятый дан, какой бы дан у тебя не был до этого. Кажется, это работает и в Корее, и в Японии. Например, Лисидор, когда первый раз стал чемпионом мира, был третьим даном и сразу был повышен до девятого. Поправьте меня, если я не прав в комментариях. И да, это не байт на комментарии, ни в коем случае. Так вот, черными играет Сиир Хао, и белыми играет Яма Юто. Фаворитом, пожалуй, в этой партии являлся Сиир Хао, потому что Яма Юто сконцентрировался, к моему большому сожалению, на японских титулах и редко когда играл в международных турнирах. Ну, его можно понять, потому что призовые за японские титулы, за выигрыш японских титулов, они больше, чем за выигрыш чемпионатов мира. Но с точки зрения престижа, конечно, хотелось бы видеть такого игрока, лидера японского гон, видеть, как он участвует в международных турнирах и состязается с лучшими игроками мира. Увы и ах. Да, в этой партии мы можем видеть Хасами. Это Хасами в современном гон более популярный, чем такое Хасами, по крайней мере, на высшем уровне. Хотя оба снискали своих поклонников. Дальше черный играет Какари. И белый играет сюда. Это стандартный ход, чтобы наиграть. Раньше в этой форме играли прилипания, но у прилипания есть минус. Его минус в том, что черный может сыграть так. И раньше считалось, что это нормальный вариант за белого, но учитывая, что черный пропустил один ход, за белых это ну не то, чтобы неприемлемо, но неприятно. Поэтому белый так не играет. Правда, тут есть важные условия. Черный может играть это вклинивание только в случае, если вот эта резинка работает в пользу черного. Да. Но белый добивает, черный играет здесь. Ну и дальше происходит спокойное в секе, белый окончательно добивает, поскольку если бы белый сыграл, например, где-то справа, то черный мог бы использовать тут анти. тут есть очень сложные варианты, не будем в них вдаваться, но таким образом черный может выбегать своей группой. Тут, кстати, до смешного все доходит. На такой ход черный может закрыться и выбегать своей группой вот так. То есть, кажется, что это очень плохо, но нет, это джасеки. Но белый решил добирать. Тогда черный играет справа и создает себе отличное мою. Да. Дальше здесь проверочный ход просто. Возможно, в будущем это может пригодиться. Например, в будущем ой, прошу прощения. Например, в будущем черный может перерезать, и белый не может отвечать так, поскольку тогда черный просто может выйти в центр либо выжить на месте. Поэтому белым придется ответить так, но тогда черный может как минимум один полезный обмен снаружи получить. Вот. То есть, если черным понадобится этот ход, то они смогут его заиметь. Вот. Но пока что белый распространяется по левой стороне, строит себе там территорию, а черный забирает себе очки снизу и справа. Вот. Ну и тут черный начинает борьбу. Подробно мы в нее вдаваться не будем. У нас все-таки сегодня много партий. В общей сложности их будет 6. Вот. Но здесь Ям Юта сыграл очень сильно. И вот эта позиция, которая получилась, она за белых технически выигранная. То есть, с точки зрения искусственного интеллекта она технически выигранная. Даже несмотря на то, что тут можно съесть два камня. И кажется, что их нужно съедать, но это было бы слишком медленно, потому что белый спасает свои четыре камня. И да, группа черных может выжить, но тут еще убегают два камня, поэтому черный везде разваливается. Поэтому черный делает попытку захватить четыре камня белых, и белый и белый просто играет в другом месте. То есть, там белый может убежать, но, видимо, белым было страшно попадать здесь под атаку, поскольку черный, наверное, может на этот ход добить здесь. И, возможно, белый не хотел играть этот вариант. Поэтому белый сначала играет здесь, возможно, хотел ставить проверочные ханы. Но черный решил добить. то есть, проигнорировал прилипание к собственному семаре. Это уже интересно. Белый сюда, черный режет. Дальше тут следует интересный вариант, следует то самое разрезание, про которое я говорил, и белый на него не отвечает, что тоже интересно. Да, получается, они размениваются, то есть, белый забирает полностью то, что было от черных и к семаре, а черный выживает сверху, слева, и плюс забирает камни снизу. Тем не менее, позиция в пользу белого. Белый захватывает три камня в рейтингу, но черный строит мою. Черный строит мою. И дальше за белых, пожалуй, самый легкий путь. Самый легкий путь к победе это было уменьшение зоны снаружи. Например, белый мог сыграть что-нибудь в таком духе, и также не стоит забывать о том, что у белых тоже есть большая зона в центре, которую они могут построить. Но белый решил действовать вот так, более агрессивно. В принципе, это имеет смысл, поскольку, ну, понятно, если включить программу, она вам скажет, что белый легко в этой зоне выживет, у белых нет никаких проблем, но все-таки для людей это не так тривиально. Ну и здесь начинается кубарьба. Ямаюта хочет заставить черного закрыться. Естественно, черный не хочет тут закрываться, поэтому черный играет контратаре и наносит вот такой каудар. Честно говоря, немножко удивительный каудар, поскольку он очевидно отрицательный, но, видимо, черный решил, что важнее заставить белого здесь соединиться, чем те очки, которые черный потерял этим ходом, тем более, что тут есть степер-рерыватель, белый добивает камни. Можно было добить их более, ну не то, чтобы эффективно, но не снимая их глазки, но такой ход, конечно, тоже хороший. И в этот момент преимущество белых составляет примерно 10 очков. На этом уровне это, конечно же, очень много, но я бы не показывал вам эту партию, если бы она так и закончилась, правильно? Хотя, кто меня знает? Вот. Белый пытается стабилизировать свою группу, играет этот ход, этот ход угрожает в случае тынуки за черным соединиться здесь, поэтому черный должен каким-то образом этому препятствовать. И белый использует красивую технику, сначала вставляет хороший обмен, а потом продолжает использовать анти. Вот. Ну и здесь я, опять же, не буду вдаваться в подробности этой позиции, скажу только, что хоть белый и сохранил то привыче, которое у него было до этого вторжения. Играть такие позиции все еще очень непросто, то есть белый решил, что ему этого достаточно и просто добил здесь. Это, конечно же, хороший ход, и после него преимущество белых все еще около 8 очков, но мне кажется, тут был очень простой путь к победе. Ну, конечно, с программой легко найти путь к победе, тем не менее. Сначала играем здесь, это сента на черную группу сверху с неба, ну, как, угрожает к борьбе, но черный не может бросать, иначе рискует умереть всем. Черный должен играть так, дальше белый добивает, поскольку это действительно очень большой ход. Черный играет обмен здесь, обмен здесь, обмен здесь, закрывается, так как тут есть очень большие адзи, связанные, например, с таким ходом. Вот, черный поэтому закрывается, и дальше белый может сыграть этот сентабиен, если черный на него не ответит, то тогда тут будет такой ход, и черный ничего не может, то есть если черный так, то семяй он проигрывает и вообще умирает, поэтому лучшее, что может сделать черный, это начать закрывать степени, но тогда видно, что белый в сенте соединит свои два камня, дальше может, например, прыгнуть, ну и видно, что никакой ход на доске не стоит того, чтобы дать белым вот так вот прорваться, ну ладно, хорошо, вы можете сказать, что вот такой ход этого стоит, но на такой ход белый просто ответит, поэтому это не аргумент, вот, да, поэтому черный отвечает и белый режет, за белых не обязательно резать, на самом деле белый может сыграть какой-нибудь ход просто на то, чтобы закрыть очки, но может непорядок, и в этой позиции я думаю, что победу бы игрок уровня Ям Ют уже не упустил бы, позиция технически выигранная, вот, эта позиция тоже выигранная, но все-таки чуть сложнее, потому что черный первый успевает сыграть сверху, и в партии Ям Ют не удалось использовать Адиснису должным образом, тут позиция становится уже ближе, да, этот обмен он делает, да, дальше сложная Йоса, тут все еще у белых преимущество, тут они играют кон, вот в этот момент, после этой к угрозе партия стала максимально близкой, да, черный добивает камень, белый добивает камень, и вот здесь решающий момент в партии, что белым делать, у белых есть путь к победе, у белых есть путь к победе, он мягко скажем непростой, но он есть, белый должен сыграть сюда, сюда и сюда, и в том ключе белый впереди на полочке, конечно, это еще ничего не гарантирует, потому что доиграет такую позицию идеально, это просто невозможно, точнее, возможно, но чтобы доиграть эту позицию идеально, ее нужно хотя бы несколько недель поанализировать, естественно, нескольких недель у игроков не было, они были, скорее всего, на приеме, вот, поэтому к этой оценке можно относиться по-разному, то есть, да, объективно белый тут выигрывает, то есть, я потыкал тут варианты с программой, она действительно показывает, что во всех, ну, что черный не может сопротивляться, точнее, сопротивляться это может, но на результат это не повлияет, белый выигрывает полочка в любом раскладе, но найти это, мягко скажем, нелегко, вот, и яма-юта за крылком, и после этого шансов у него уже не было, он проигрывает два с половиной очка, то есть, этот ход как раз потерял около двух с половиной очков, скорее даже три очка, конечно, на таком уровне это ошибка, после которой выиграть уже очень тяжело. Ну, можно быстренько намотать Йоса, пожалуй, да, то есть, тут, в принципе, ничего не происходило, черный цеплял чуть-чуть очков в центре, чуть-чуть прорез, чуть-чуть прорез, ну, и в целом все, в целом все, тут партия уже закончена, и черный выиграл с перевесом два с половиной очка, то есть, яма-юта вылетел, а сирхау прошел в следующую стадию. Не помню, кстати, играли ли яма-юта и сирхау после их финала в 2018 году, возможно, это была их первая партия, с того времени, не уверен. Вот, в любом случае, получилось очень интересно, конечно, в некотором плане обидно за яма-юту, но хочется верить, что это кара за то, что он не принимает участия в чемпионатах мира. Вот, да, следующая партия это партия между Кензе, который играет черными, и Лай Джун Фу, который играет белыми. Ну, я думаю, кто такой Кензе, вы все прекрасно знаете. А вот, кто такой Лай Джун Фу, нужно пояснить. Это молодой профессионал из Тайваня. У него восьмой танк про, и он пожалуй, один из сильнейших мастеров в своей стране. Сильнейший тайванец на данный момент это Сю Хао Хонг, или Ху Хао Хонг. Ну, наверное, он Сю, но я называю его Ху. Уж простите моё произношение. И, наверное, за второе-третье место как раз борется Лай Джун Фу, и я напишите, пожалуйста, в комментариях имя тайваньца, которого когда-то обыграл Илья. Ян, Ян Киан Жуан, кажется, его зовут. Те, кто сидят на Фоксе, могут знать его или Ван, 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 кажется, Ван, ну, не суть важна. В общем, многие из тех, кто сидят на Фоксе, могут знать его потому, что он часто играет, а плюс у него на аватарке стоит он сам, и он немножко полненький. Вот, поэтому можете его знать и в очках. Очень известный профессионал, он постарше, чем Сю Хао Хонг и Лай Джун Фу, тем не менее, все еще один из сильнейших мастеров в своей стране. Вот, но, да, Лай Джун Фу, это, кажется, его первый чемпионат мира, возможно, один из первых, но, в общем, конечно, опыта у него не так много, как у Кидзе, а Кидзе, да, хоть в последнее время и не показывает таких результатов, как раньше, но это можно связать с тем, что он учится в университете, вот, ну и занимается какими-то другими вещами помимо Го. Вот, недавно ресторан открыл, поэтому можем его простить, тем более, он все еще играет на топовом уровне. вот здесь следует Чосеки, улетающий нож, это один из вариантов, здесь за черных можно сыграть сюда, тогда тут тоже будут очень сложные варианты, то есть Беда пытается убить черного, черный пытается не дать белым это сделать, но также за черных можно порезать, это некоторое упрощение, и у белых тут есть, вот здесь есть два варианта, белый может съесть, тогда черный съест и белый играет в другом месте, ну ладно, белый еще может вот этот уменьшить, но не обязательно, можно просто в другом месте, либо же белый может сыграть как в партии, белый может закрыться, тогда варианты будут, ну хотя не сказать, что этот вариант сложнее, просто он другой, то есть так белый забирает влияние, а черный забирает угол, это равный вариант, Не уверен, что он когда-то встречался в партиях российских мастеров, но он есть, да. Дальше происходит атака группы, Кедзе пытается стабилизироваться, ему пытаются не дать это сделать. Ну и в принципе эта партия интересна скорее одним моментом, то есть тут была очень сложная борьба, ее можно, конечно, разбирать, но это очень сложно. Ну давайте тогда я сразу покажу вам этот момент. Ну да, во-первых, в этой позиции, ну давайте посмотрим, что произошло. Черный умер группой С, но убил группу D, то есть у черных позиция хорошая, потому что группа D очень большая. Ну и здесь есть два хода, которые дают черным огромный перевес-победу. То есть ход в А является самым лучшим, но при этом мне больше нравится ход в Б, потому что он простой и тут не нужно ничего особо считать. То есть черный играет сюда и перевес черных даже больше, чем 10 очков, то есть около 12 очков. Черный выигрывает и я уверен, что если бы Кедзе пошел сюда, то легко бы довел эту партию до победы. Но Кедзе играет здесь и получает такое прилипание. Ну и тут ключевой момент в партии, куда играть? Соединиться в А или играть в Б? Тоже можете поставить видео на паузу и подумать, куда и почему. Пожалуй, этот вопрос не вполне гуманный, потому что понять это очень непросто и даже Кедзе не смог. Давайте вначале посмотрим, что случилось в партии. В партии Кедзе порезал, на что последовал вот такой ход. Это лучший ход позиции. Это присуди, очень красивые. Красивое. Дальше удлинение. Сюда. Ну а тут на самом деле у белых была даже опция убить всю группу целиком. То есть после такой комбинации черный всем умирает, потому что, да, несмотря на то, что группа А мертвая, у нее достаточно много степеней. И их больше, чем у группы Б. Но в партии Лай Джун Фу просто решил сыграть так, понадежнее. И, да, Кедзе смог выжить, но при этом Лай Джун Фу забрал много очков сверху. Он получил сента. Видно, что угол сверху справа ослаб. И теперь белый выигрывает. Что Кедзе сделал не так? Давайте посмотрим. В этот момент Кедзе мог соединиться. В таком случае лучшее, что можете сделать белый, это прилипнуть. Но у черных есть вот такой вариант. Да, конечно, это мягко скажем, непросто. Но черный выживает своей группой. То есть он точно теперь убивает группу снизу. Ему не нужно будет тратить ходы на ее добивание. Но белый пытается убить группу черных. Вот эту задачу, я думаю, уже вполне реально решить. Если вы играете на уровне, пожалуй, второй дан и выше, то можете поставить видео на паузу и попробовать найти ход. Ответом здесь является вот такой спуск. Белый должен играть сюда, иначе черный выживет локально. И дальше тут следует вот такая вот борьба. И кажется, что ничего не понятно, но черный тут выигрывает в районе 5 очков. И здесь, пожалуй, риск проиграть не такой большой. Поскольку в партии позиция стала безнадежной. И тут уже сложно что-то сделать. Тут был забавный момент, когда... Лайон Тфу мог начать это ко. Не факт, что его нужно начинать. Скорее, его не нужно начинать. Но просто... Хотя, возможно, стоило пойти сюда самому. Не знаю. Нет, наверное, это не имело смысл. Возможно, стоило начать ко. Это хороший вопрос. Не знаю. Но в партии получилось так, что Кидзе успел дать это отарим. И белый не может играть сюда, потому что тогда 3 камни умирают. То есть белый бы мог так играть, если бы, допустим, начал атако. Вот, допустим, белый начинает атако, да. И наносит какую-то угрозу. И тогда, если черный сбивает, что, кстати, будет являться грубой ошибкой, то теперь белый не обязательно отвечать. И может просто подчертить 3 камни. Все еще съедая группу черных. Но тут я только что понял, что черный может в ответ на какую-то угрозу сейчас играть отаря. И если белый играет здесь, то черный может ответить на какую-то угрозу. И получается, белый бесплатно умирает, потому что не может прибивать ко из-за отаря. Поэтому не стоило начинать. Но в партии получилось, что... Ой. Кедзе в сэм-то тут сыграл, потому что угрожает разрезанием. Да, дальше закрылся. Белый сыграл здесь, черный добил камни. Ну и в дальнейшем Йоса немного сказать, что было что-то интересное. В итоге, как Кедзе не пытался, он тут пытался найти шансы, пытался как-то изловчиться, но Лай Джун Фум, молодой тайванец, ему этого не позволил сделать. И в итоге тут ничего. Ничего не получилось. Получилась какая-то борьба слева. Но черных это не спасает. У белых достаточно много к угроз. Все равно сетку угрозы. Да, ну и в итоге... Да, в итоге черным пришлось отдать эту кубльбу. И казалось бы, это некоторый риск за белых. Потому что белый не может, например, закрываться, так как его группа будет мертвой. То есть черный даже не обязан тут тратить кун, группа уже мертвая. Но белый может начать кул, поскольку у него есть кул угрозы. Черный не отвечает на нотари, потому что тогда у них не будет кул угроз. Но белый просто съедает это. То есть давайте посчитаем, сколько стоит уход снизу. Если тут съедает черный, то черный получает сколько? Давайте сколько? 13 камней. Пересчитаю еще раз. 5, 6, 7, 8. 13 камней. Да, 13 камней. Это 26 плюс вот это очко. 27 очков получает черный. А если белый съедает, то белый получает 2 очка тут, плюс 8 тут. То есть 10 очков. 10 очков, 10 плюс 27, это 37. Стоимость этой коварьбы. А стоимость хода сверху получается, если черный съедает, это 10 очков. Если белый съедает, это 24 очка. То есть 34 очка против 37, это коварьба больше на 3 очка. Но черным все еще не хватает. Даже несмотря на то, что черный забрал больше, потому что черный отдал еще несколько очков. Вот здесь, когда пытался построить атаку. Ну, не пытался, когда он его построил, собственно. Вот. И вот, и в итоге, ну... Белый выиграл. Правда, я не помню, с каким перевесом белый выиграл. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим, с каким перевесом белый выиграл. Да, 5,5 очков. 5,5 очков. Хотя нет, наверное, белый выиграл с перевесом 4,5 очка. Потому что в китайских правилах белый выигрывает на нечетное количество очков. Ой, наоборот, наоборот, прошу прощения. Белый выигрывает на четное количество очков. В то время как черный на нечетное. То есть белый выигрывает пол очка, 2,5, 4,5 и так далее. А черный выигрывает 1,5, 3,5 и так далее. Ну и давайте перейдем к двум последним партиям. Одна из которых, мне кажется, является сотрывом самой интересной партии турнира. А вторую из которых я вынужден вам... Ну как? Ну как уж вынужден? Я вам ее покажу, поскольку один из игроков, который будет принимать в ней участие, будет также фигурировать в следующем видео на этом канале, которым будет являться обзор финала этого турнира. Но пока я вам не скажу, кто в него вышел. Вот, ну и в этой партии... Да, черным играет Парчен Хван. Второй номер мирового рейтинга, второй номер корейского рейтинга. И там, и там, кстати, впереди него Чунь-Чуньсо. Что, в принципе, логично, так как он тоже кореец. А против него Гузи Хао, второй номер китайского рейтинга и пятый номер мирового рейтинга. Да, нужно сделать оговорку, что мировой рейтинг неофициальный. А... Как это называть? Да, неофициальный, а неофициальный. Вы можете его посмотреть на сайте gratings.org. Вот, ну и здесь пока что все стандартно. Парчен Хван вторгается в Сан Сан, играет этот Чусеке. Я думаю, многие зрители этого видео и видели, и играли много раз так. Вот здесь идея в том, что белый забирает угол и оставляет себе возможность атаковать четыре камня черных, в то время как черный не дает белым очки на левой стороне, отнимая их путем такого вторжения. Да, дальше белый играет здесь, давя на группу черных слева. Ну и тут у черных была хорошая возможность сыграть сюда. Это было очень важно с точки зрения слабостей в лагере белых и плюс с точки зрения усиления своей группы, своей формы слева. Потому что черный сыграл в партии так, и буквально через несколько годов белый сам сделал эти обмены, что очень неприятно, поскольку теперь есть еще и обезьянка. И у черных слева остается совсем мало очков, а белый в центре укрепляется. Вот, а дальше черный попытался порезать, видя, что у белых тут есть слабости. Но белый играет так, и если черный удиняется, что, пожалуй, черным стоило сделать, то, по сути, черный ничего не добился, потому что белый может закрыться. Поэтому черный в партии решил пойти так. Но с этого момента, честно говоря, и до самого конца партии у Парчетхвана не было ни единого шанса. То есть Кузи Хао в данный момент захватил инициативу. То есть изначально он выигрывал около полутора очков, так как играет белыми. А в данный момент он уже впереди больше, чем на два очка. Кажется, он выигрывает около трех очков. И кажется, что разница небольшая, но видно, как он планомерно выигрывает эту партию. То есть вначале он забрал очки снизу-справа. Да, раньше, кстати, считалось, что вот таким ходом доигрывать этот час всякий плохо, потому что у черных тут есть такой ход и такой хане, но на самом деле нет, потому что у черных нет продолжения. То есть, возможно, действительно, если белый режет, то за черных это неплохо, потому что тут есть какие-то прилипания, есть еще что-то, но белый может просто спуститься. И если черный закрывается, то видно, что форма слишком плохая и так играть не хочется. Но черный пытается защитить свою форму здесь, чтобы белый не отрезал четыре камня, и плюс черный пытается атаковать форму белого. Потому что видно, что... Да, черный потерял камни... Камня, но при этом хочет атаковать камни в Б. Но белый играет сюда, и черный решает, что если не выбить тут базу, то заберем все будет слишком легко. Вот, кстати, я не знаю, видно вам это на экране или нет, но у меня только что высветилось уведомление сервера Fox о том, что играет Индиана 13, а Индиана 13 это как раз Гузи Хао. Забавное совпадение, это его ник на Fox. Ну, неважно. Но тут Гузи Хао находит очень сильную комбинацию, он режет. И почему это так сильно? Даже несмотря на то, что он дает пануки, потому что камень черных точки А становится практически бесполезным. Нет, конечно, он что-то приносит, но если сейчас спросить у черного, где бы он хотел, чтобы этот камень располагался, конечно, черный ответит, что в точке B или в точке C или в любой другой большой точке, которая приносит много очков. Потому что сейчас получается, что белый обесценил ход черного, собрал много очков, а пануки черных не так легко использовать. Ну и дальше единственная надежда черных, это огромное мою в верхней правой части доски, но очень эффектными прилипаниями белый его разрушает. Да, такое прилипание можно делать, когда вам неинтересно вторжение в угол. То есть в этой позиции явно белый не будет вторгаться в угол, а белый хочет уменьшать эту зону снаружи. Поэтому такое прилипание можно делать. Еще есть идея сыграть прилипание оттуда, а потом прилипание сюда. Но в этой позиции, наверное, это тоже не так интересно, поскольку черный, наверное, может пойти так, и белым не так легко построить форму. Вот, а белый играет так и заставляет черного страдать, выбирая, что делать. В итоге черным приходится возвращаться в угол, и белый не просто усиливается, белый еще и получает очки на правой стороне. А его группа в центре чувствует себя неплохо. Да, очень важный ход прыжок, который состоит как минимум один глаз, поэтому черный вынужден его выбивать. Но у черных слишком слабая форма, и вот таким вот изящным ходом можно сказать, что окончательно Гузихаус заканчивает партию, поскольку на такой ход белый может уменьшиться, и черный не может спасти камни. То есть либо эти камни умирают, либо эти камни умирают. Точнее, умирают одни и те же камни, правда, разными способами. Вот. Ну, здесь происходит некоторая борьба, но, в принципе, тут уже все решено. В итоге, да, группа белых умерла, но есть нюансы. Потому что группа черных снизу тоже умерла. Вот. То есть буквально здесь она полностью мертвая. И пальчатый хлам признал свое поражение, потому что на такой ход можно просто сделать спуск. И казалось бы, казалось бы, это секи. Например, вот так, вот так. Но на самом деле нет. Если мы просто протыкаем... Ну, давайте, допустим, максимально быстро протыкаем. Я глупо протыкал. Не надо. Пускай белый там спит, да. Теперь этот ход, это Атари. То есть либо черный закрывается и будет так, либо, соответственно, черный не закрывается и белый съедает. То есть это мертвая форма, потому что черным придется тут добавить ход, чтобы не быть едиными. Но тогда видно, что это мертвая форма, поэтому на 160-м ходу партии Парченхван признал свое поражение. Вот. На самом деле, открою вам небольшой секрет, я не очень хотел брать эту партию уже в это видео, поскольку, на мой взгляд, она уж слишком однокалиточная. В этой партии Гузи Хао проделил свои лучшие способности, в то время как Парченхван был не совсем в форме. Но, тем не менее, эта партия важна нам, потому что именно Гузи Хао будет одним из финалистов этого турнира. Ну и теперь давайте посмотрим последнюю партию на сегодня, в которой также будет играть один из финалистов. Вот. Это партия между Шуньжинцом и Ливой Чин. Да, хочу отметить, что большинство предыдущих партий было из первого раунда, партия Гузи Хао была из одной восьмой, а вот эта партия между Шуньжинцом и Ливой Чином, она из одной четвертой. Ну и давайте начнем. Шуньжинцом играет черными, и Ливой Чин играет белыми. Вот. Тут сразу по этому ходу можно сказать, что Шуньжинцом настроен решительно, поскольку белый не хочет давать возможность черным лишить себя условно вот такой вот расстановки, которая, кажется, называется мука и комоку, то есть комоку, которые смотрят друг на друга, потому что если белый играет здесь, то черный может, например, занять этот угол, и тогда это уже будет другая расстановка. Комоку будет смотреть на черный камень, что, возможно, в некотором смысле менее приятно. Поэтому белый играет сюда, и, на мой взгляд, это такой небольшой вызов. То есть пойдет ли черный сюда, либо черный пойдет на перекрестное Фусеки. И черный идет на перекрестное Фусеки. Да. Ну, как я уже говорил до этого, эта партия, на мой взгляд, с отрывом самая интересная для весь турнир. Сейчас было знаете почему. Да, здесь просто пока ничего интересного. Два вторщения в Сан-Сен. Ход по середине стороны, конечно, хороший. Черная игра здесь, белый защищается. Почему белый защищается? Потому что если белый играет в другом месте, то здесь не очень приятно, если черный упадет сюда, либо сюда. То есть эти камни становятся слабыми. И если, например, черный сможет забрать всю эту коробочку, это будет очень много. Какое плохое слово я выбрал. всю эту зону или часть доски. Я не знаю, почему я выбрал слово коробочка. Странно. Да, черный просто строит семаря. Белый режет. И обычно черный удлиняется. Но здесь, возможно, борьба была бы не очень приятна. Потому что зачастую тут происходит примерно вот что. И черный распространяется. Но здесь видно, что белый накрывает за счет того, что у него есть вспомогательный камень в К3, плюс вспомогательный камень в М4. То есть это было бы за черных неприятно. Поэтому черный изыскивает какие-то резервы. И ход действительно сильный. Ход действительно сильный. Не буду вдаваться в подробности. Но вот тут хочу сказать, что черным все-таки стоило сыграть Хане. В партии черный сыграл сюда. И, ну, вы скажете, естественно, это плохо, потому что тут нужно закрываться. Но если закрываться, то это совсем печально, потому что белый играет сюда. Поэтому черный играет сначала Атари, а потом Улинини. Но какой тут был скрытый вариант? Я думаю, что когда Шинчинсо играл при Алипане, он рассматривал в первую очередь вот такой вариант. То есть блокировка, самый естественный ход. Белый забирает камни, черный играет сюда. Но тут у белых есть просто фантастический ход, который не позволяет черным играть этот вариант. Точнее позволяет, но при этом черным придется смириться с тем, что борьба будет в пользу белого. Белый может сыграть сюда. И вот еще три восклицательных знака. Этот ход абсолютно не бросается в глаза, но он действительно лучший для того, чтобы убегать. Если играть сюда, то тогда камни будут захвачены в гету. Если играть сюда, то тогда будет сначала прилипание, и у черных хорошая форма, в то время как форма белых тут быстро портится. И только в случае, если белый играет сюда, у черных нет хорошего ответа. Потому что если играть так, то белый прыгает, и у белых великолепная форма. Если уже играть как-то по-другому, то белый надавливает, и у белых тоже с помощью проблем нет. И, видимо, именно поэтому Шинчинсо в этот момент пришлось играть сюда. Но это значит, что черный признает то, что этот результат в пользу белого. То есть в этот момент, да, белый двукратно увеличил свое изначальное преимущество. Было полтора, стало три. Но, естественно, это далеко не катастрофа. Люди, пускай дальше и сильнейшие в мире, отдают и не такое преимущество. Это мы еще увидим. Да, дальше Сент-Уход, защита. Защита, возможно, это небольшая ошибка, но сложно ведь не Шинчинсо, потому что действительно очень хочется спасти эти камни, чтобы активировать... Ой. Чтобы активировать Адзи этой двушки. То есть как-то ей потом бежать, может быть. Вот, но Ливый Чин просекает это на корню. Играет сюда, удлиняется. Шинчинсо прыгает. И Ливый Чин давит на эту группу. Да, группа локально может выжить, но при этом это неприятно, если белый получит внешний камень, заставляя черного вот так вот выживать. И Шинчинсо пытается использовать Адзи своих двух камней, играя вот такой вот ход. На что Ливый Чин спокойно играет так, блокирует группу. заставляя ее ну, принять какое-то решение, как дальше действовать. И Шинчинсо режут. Это, пожалуй, тоже не точно. Но можно понять. Иногда бывает такое чувство, что если, допустим, что-то здесь сейчас не порезать, то тогда позиция просто станет плохой постепенно. Так, да, позиция, конечно, плохая. То есть здесь белый ведет около коми. Правда, белый ведет около японского коми. То есть все-таки пока не 7,5, а 6,5. Хотя разница совсем большая. Вот. То есть тут у черных плохая позиция, потому что группа не до конца живая. В центре какие-то непонятные камни. В общем, можно сказать, что из-за... из-за вот этого хода. Точнее, не из-за этого хода, а из-за того, что тут нельзя играть сюда. Позиция стала планомерно постепенно ухудшаться и в итоге пришла к тому, почему... Да, но черный, тем не менее, пытается тут навязать борьбу, играть сюда, чтобы как-то более эффективно выжить своей группой. Белый на это просто не отвечает. Дальше черный делает цент обмен. Если белый на него не ответит, то тогда тут группа умрет. То есть тут форма стандартная, она не живет, поэтому белый отвечает. Белый отвечает вот так, и вы спросите, почему. Все просто, потому что если ответить так, то у черных будет цент и ход здесь. Вначале можно, наверное, вставить такой ход. Ну и если белый, например, отвечает вот так, то черный может вставить этот цент и ход, и, возможно, черным он пригодится. Поэтому белый играет так, чтобы у черных не было лишних цент и ходов, даже несмотря на то, что это несколько хуже пачка. Да, и черный играет сюда, вышивая свои группы более эффективно. Вот, если белый будет пытаться это разрезать, то черный может, например, вставить ход здесь и выжить по отдельности. Ну и плюс тут остается либо кубарьба, либо еще черный может, ну в данном случае черный может дальше выжить в цент, если белый, например, закроется, потому что тут есть вот такой прием. Закрываться белый не может из-за смерти, а если играть сюда, то тогда черный сделает этот ход цент и теперь видно, что миа либо сюда, либо сюда. Поэтому группе ничего не угрожает, но девочина это тоже не сильно тревожит, он просто продолжает атаку на черные камни. То есть даже несмотря на то, что черный тут нашел красивый ход, оттенок позиции это не изменило, белый все еще выигрывает около 6-8 очков. И дальше Шин Чин Со пытается навязать тут какую-то борьбу. Ну, в целом, дальше игрокам моего уровня видно, что когда приходится играть вот так и какие-то вот такие ходы делать, это значит, что явно что-то идет не по плану. Ну, в данном случае все идет не по плану. Да, ну в итоге тут получается что-то, что-то порезать, но тем не менее все равно белый сохраняет и сверху очки, и здесь имеет при случае возможность что-то порезать. И вот эти камни еще не до конца соединены, то есть позиция все еще в пользу белого. Да, дальше белый решает резать, и да, у черных есть, конечно, способ это спасти. Ладно, наверное, за белых правее не сюда играть. Даже несмотря на то, что тут есть эта комбинация, у белых ноль слабостей, а зачастую отсутствие слабостей важнее, чем парочку, по крайней мере, в начале и в середине игры. Вот, ну тут черный не готов идти на этот вариант, поскольку он получает ложный глаз, но вся группа является слабой, и плюс у белых всегда есть вот эти сенты ходы на отрезание. То есть группам действительно может попасть под очень серьезную атаку. Ну и это еще, я не думаю, что это самые жесткие ходы с белых, я думаю, можно придумать что-то сильнее. Точнее, я не думаю, я более чем уверен в этом. Поэтому черный просто это отдает. Ну и белый теперь понимает, что единственное, что ему осталось для победы, это вторгнуться в зону черных справа, что белый и делает. То есть с точки зрения программы позиция очень плохая, потому что программа легко стабилизируется в таких зонах, то есть программа считает, что можно просто сыграть так и так, и все, как бы с группой ничего не сделать. Но для людей это несколько сложнее все же. Да, и Шиньчжинсо пытается использовать Адзим, пытается отрезать эту группу полномасштабно, как-то ее атаковать. Дальше, да, этот ход в центре, поскольку если на него не ответить, например, пойти кто-нибудь сюда, то черный может пойти сюда. Ну, во-первых, тут работает... А, нет, тут не работает лесенка. Не работает лесенка, это неправда. Но тут работает такой ход, и трешка съедается. То есть если так, то даже и пятерка съедается. А если соединиться с этой стороны, то трешка погибла. Поэтому белый закрывается, черный дает Адзим, играет сюда. И тут момент, когда девочин мог получить еще больший перевес, чем у него был. Нужно было сыграть сюда. То есть партии он сыграл сюда, защищаясь от Адзи. Но это все же не точно. Лучше было сыграть сюда. Опять же, не точно с точки зрения искусственного интеллекта. То есть за доской это понять крайне непросто. То есть черный имеет возможность сделать этот момент, пойти сюда. и, казалось бы, белый умирает. Но идея в том, что у черных большие проблемы с углом. А если белый отдает это, но при этом забирает угол, то белый лишается своей главной проблемы. Слабые группы, а очков белому хватает. То есть, да, если белый лишается своей главной проблемы, то эта позиция должна быть легкой с точки зрения реализации преимущества. Но белый играет сюда. Черный блокирует. Белый играет сюда. Дает отаре. И в итоге получается что-то что-то похожее. Правда, здесь черный решает защитить угол, иначе было бы неприятно. То есть, черный играет этот ход, чтобы попытаться атаковать эту группу. Да, дальше белый играет сюда, сюда. И тут на самом деле преимущество уменьшилось. То есть, условно, с 7-8 очков до 3 очков. Но дальше происходит что-то не очень не очень понятное. То есть, я и сам пытался это понять, и с программой пытался это понять. Но в ближайшие несколько ходов, то есть, вот тут вроде бы Шинчинсо это атакует, но в этот момент он уже проигрывает опять около 10 очков. То есть, это сложно понять. То есть, понятно почему. Потому что белый соединился со своей группой. Но что Шинчинсо сделать не так, понять я лично не смог. Вот. и дальше Шинчинсо продолжает пытаться что-то отрезать, атаковать. Ему приходится отдать 4 камня, но тут есть компенсация. То есть, он взамен забирает, ну, по крайней мере, пытается забрать эти камни. То есть, он может это сделать? Потому что это ход центра. Если на этот ход не ответить, а сыграть здесь, то тогда такой ход убьет белых снизу и параллельно убьет белых в центре, скорее всего. Либо даже если не убьет, то очень сильно проатакует. Поэтому белый добавляет, черный играет здесь. И, казалось бы, белый умер, но зато белый стабилизировал свою группу, белый забрал очки здесь. То есть, белый все еще впереди. Да, дальше следует такое разрезание. И это ошибка, но очень сложно понять, почему это ошибка. То есть, это ну, не могу сказать, что самый логичный ход позиции, но это логичный ход. То есть, почему бы не порезать, когда можно порезать. Но это ошибка. То есть, это не теряет преимущество, но уменьшает его. Да, обмена. Это, видимо, таймсульзи. Да, этот турнир проходил с контролем, кажется, 2 часа основного времени каменья и 5 периодов по минутам, то есть, контроль достаточно большой, тем не менее, все равно на боеме, даже на минутном играть тяжело. Дальше белый делает такой сентайпмен, забирает эти камни, точнее, этот камень. Да, дальше какие-то вставки от черного, и черный совершает решающую ошибку. но вы скажете, что у черных так все было плохо, каким образом эта ошибка может быть решающей. Но теперь у белых есть комбинация, которая окончательно выигрывает эту партию, ну и попробуйте поставить видео на паузу и ее найти. Вот, я надеюсь, что вы это сделали, и правильный ответ это вот такой ход, ну, можно, конечно, можно, конечно, начать с такого хода, но мне кажется, с такого хода более красиво. Дальше сюда, соединяться надо, потому что если сразу играть здесь, то тогда двушка умирает и черный соединяется. Поэтому надо играть сюда, черный играет здесь, черный должен играть здесь, и белый играет сюда. У черных есть два хода на выбор, а либо б. Ну и опять же, можете поставить видео на паузу, подумать, куда надо ходить. Давайте сначала разберем, что будет, если черный сыграет в б. Тогда белый сыграет сюда, этот ход сокращает черным две степени по сравнению с тем, чтобы черный сыграл бы туда. Дальше белый играет так, так, это очень красиво это судья всем. Дальше белый закрывается, чтобы не умереть своей группой. Черный может сделать этот обмен, но тут получается кобальпо, который первый пробивает белый, и белый выигрывает тут 23 очка примерно. То есть, пожалуй, самое большое, что может взять черный, это этот угол, но белый его с радостью отдаст, потому что в центре слишком много, ну и тут белый легко выигрывает. Даже несмотря на то, что белый отдал угол и отдал какие-то камни здесь, белый все равно далеко-далеко впереди. Вот, поэтому наверное, стоит сыграть ва. Но в таком случае белый играет сюда. Да, почему ход ва? Потому что он наращивает степени. Да, дальше черный может выиграть этот семей, то есть, если мы посчитаем у белых 6 степеней, почему мы считаем это как степень белого? Потому что у белых есть глаз, а в семьях группа с глазом против группы без глаза выигрывает, точнее, не выигрывает, а общие степени принадлежат группе, у которой есть глаз. Но в данном случае это белым не помогает, потому что у черных внешних степеней 7, а у белых 6. То есть, сейчас ход белых, белый может их заполнять, то есть, все ходы будут за белых центом, но группа умирает. Почему же это дает белым решающий перевес? Да, банально, потому что белый забирает эти 5 камней, дальше здесь играет большой ход, черный вынужден защищать эти 4 камня, беда просто забирает угол, и в этой позиции белый спокойно ведет около 5 очков. То есть, чем эти ходы хороши, тем, что они заставят черных добавлять те самые 6 ходов внутрь территории, и это очень важно. Вот в партии же белый сыграл сюда, и это тоже можно называть решающей ошибкой, потому что теперь у белых даже нет перевеса, теперь черный перейти на пол очка. И это, конечно, просто невероятно. То есть, небольшое лирическое отступление. Я эту партию смотрел вживую, ну как вживую, когда нашла. Ну, по сути, вживую, да. и я, как многие из вас знают, еще давно, с 2019 года, болею за Шин Чун Цо, и, конечно, я очень не хотел, чтобы он проигрывал, а он тут проигрывал всю партию. поэтому в этот момент, когда Ливичи нашибся этим ходом, ну, не то, чтобы я был рад его ошибке, но я был рад тому, что очень-очень сопроверили Шин Цо на победу. Вот, ну и также забавно было наблюдать за реакцией китайцев на Фоксе, в частности, в чате, они просто там негодовали из-за того, что прошел их спортсмен мимо легкой победы. Вот, но опять же, винить Ливичина в чем-то очень тяжело, потому что на минутном биоме учитывать все нюансы позиции, тем более, что к тому моменту они уже очень долго играли, это, мягко скажем, непросто. Вот, да, черный играет здесь, дальше следует Йоса, ну, белый в центре это проводит, дальше белый в центре режет, но у черных есть темп, чтобы вернуться, и казалось бы, черный может, белый может сесть, но в таком случае черный играет здесь, и видно, что у черных два глаза, то есть добивать не нужно. И, да, еще можно было сделать такой ход, но в целом разница небольшая. Хотя, наверное, разница есть, такой ход лучше, наверное, такой ход лучше, потому что если сделать такой ход, то теперь, ну, белый не обязан делать этот тюрьмен, наверное, ну, может сделать, ладно, теперь у белых такой ход в центре, и черный обязан на него ответить, так как это отарьем. Если же черный играет как в партии сюда, то теперь на такой ход черный отвечать не обязан, потому что белый теперь ничего не может сделать. Допустим, черный играет какой-то ход, неважно любой, да, и белый ничего не может сделать, то есть на пробитии опять же устроим два глаза, на такой ход просто соединяемся, соединяемся, и даже если бы белый мог построить сейки, это ложные сейки, так как эти камни мертвы. Вот, белый вставляет этот тюрьмен, черный вставляет тут отарьем. Почему не сбить? Потому что если в дальнейшем черный успеет сюда, то у черных будет еще отарьем с этой стороны, что неприятно. Поэтому черный перед тем, как ставить это отарьем, которое пока не факт, что ему нужно, черный проверяет, как белый ответит на этот ход. Да, дальше черный возвращается справа, белый играет здесь, так как это самый большой ход, ну как, это сенте, во-первых, во-вторых, это очень большой ход сам по себе. То есть, например, если бы белый сыграл здесь, то черный бы сразу отыграл это в сенте, полностью вывел бы своей группой, и это очень много. То есть, у белых это даже не обратный сент, это получается обоюдный сентом, и белый его успевает. Дальше белый играет здесь, черный играет здесь, и, наверное, самые внимательные зрители этого ролика спросят у меня, а почему же белый не может сыграть сюда? Казалось бы, это очень логично, потому что теперь, если черные пойдут, например, здесь, то есть, реализуют свою угрозу, то белый может сыграть сюда, и отрезать эти камни вместе с этим углом, и это очень много. То есть, так белый действительно выигрывает. Но секрет в том, что на этот ход черный сначала перерезает, это просто красивейший, сутью. Ну и если белый, например, здесь, то тогда черный в цента может вернуться здесь, то есть, дать отаре, и черный не обязан тут добавлять, потому что у черных появляется кейма в углу, то есть, теперь черный может просто привести в исполнение свою угрозу, и белый ничего не может сделать. Вот. Поэтому белый отвечает сюда, черный играет красивейшая хана по первой линии, которая составляет белый закрыться, дальше здесь, и у черных меняет входы а и б, если белый в б, то черный в а убегает и убивает четыре камня белых. Ну, либо, соответственно, если белый добивает здесь, то черный режет и съедает группу сверху. Вот. Поэтому так белый играть не может, белый обязан отвечать. То есть, ну, черный просто провел хороший обмен, заставил белых сыграть в нейтральный пункт, сам закрыл какое-то количество очков. Да, черный режет. Почему? Потому что если ответить здесь, то в таком случае белый может пойти сюда и белый защитился по сути от всех угроз. То есть, ой, прошу прощения, теперь у черных нет угрозы. То есть, степеней черным не хватает. Поэтому черный сначала режет и игроки размениваются. Игроки размениваются. Да, казалось бы, белый забрал очень много очков в углу и черный даже не может провести это йоса, потому что если черный проведет и не ответит, то тогда белый может пойти сюда в сенте, дальше сюда и черный мертв. Но при этом черный все равно забрал немало очков и плюс у черных сенте. Да, почему у черных сенте? Белый мог бы бросить, конечно, но в таком случае черный бы провел эту комбинацию, про которую мы говорили раньше и получил бы много очков в сенте. Вот поэтому белый отвечает, черный соединяется, это очень большой ход и тут наступает кульминация. То есть в этот момент черный выигрывает около половины очка, пожалуй. ну и тут да, у белых конечно была возможность например пойти вот, да, наверное тут такой ход правильнее, чем пробитие. Да, потому что при пробитии у белых еще такой ход сенте будет на кубрибу, а если спуститься, то этот ход сенте не будет. Да, белый может сыграть так, но так черный форсированно выиграет полочка, ну точнее полтораечка, но по китайским правилам полочка. Черных будет 185. Вот, поэтому Ривычин играет сюда, Шнижцой играет здесь и допускает решающую ошибку номер 3. Что же стоило делать? Это опять же, это максимально нетривиально, то есть без программы это понять практически невозможно. Нужно играть сюда, на что белый обязан резать, дальше черный играет здесь, белый оттаре, черный отвечает на оттаре, белый сюда, черный сюда, белый сюда, черный сюда, белый сюда, черный сюда, белый сюда. И в конечном итоге получится Ко за Секи, ну точнее, Ко за, ну да, либо за Секи, либо за съедение. То есть, например, черный может, ну, черный может пока пробить Ко, в дальнейшем черный может сделать такой Эмин. И если черный выиграет это Ко, то есть, например, белый нанес какую-то Ко-угрозу, да, черный сыграл сюда, то черный съедает эти камни, и вместе с этими камнями черный, вместе с съедением этих камней, черный выигрывает партию. То есть, у белых недостаточно Ко-угроз, чтобы не дать черным съесть эти камни, и это ведет черных опять же к победе с перевесом в полочка. Вот, но, конечно, нельзя винить Фундица в том, что он прошел мимо этой возможности, а точнее, скорее он прошел мимо следующей возможности белых. Тут опять же советую поставить видео на паузу, но тут уже, наверное, чтобы найти этот ход, нужно быть игроком выше, я бы сказал, пятого дана. Судья действительно очень-очень непростой, и это прыжок на первую линию. Это фантастический красотый ход, в чем угроза? То есть, если черный играет здесь, то тогда белый начинает борьбу, играет отарем, чтобы черным пришлось тратить там еще ходы внутрь, и черный не может идти на это кол. Оговорюсь, позиция это настолько сложна, что дальше моя программа, последняя версия катаго, она не всегда справляется правильно с оценкой этой позиции, но я надеюсь, что я все проанализировал правильно, и в этой позиции действительно белый должен форсированно выиграть полочка, либо не форсированно выиграть полочка. Ну, Шин Джинсо решает сыграть сюда, но в таком случае у белых тоже есть судьи. Белый строит кубарьбу в углу, черный прибивает, и это уже финальная решающая ошибка за белых, белым нужно было во что бы то ни стало продолжать эту кубарьбу. и на самом деле у белых есть тут путь победы. Очень сложный, но есть. Это, кстати, мне чем-то напоминает момент из Хикаро и Гон, возможно, кто-то из вас его помнит, когда Шиндо играл против кажется, Ваи, и там он пытался выживать группой, и Саи видел единственный путь к выживанию, вот так же и тут программа находит тут единственный путь к победе за белых, но, конечно, он настолько сложный, что я даже пытаться его показать не буду, потому что сама программа тоже испытывает большие сложности с этим. То есть, например, изначально она показала, что после такого ухода белый легко выигрывает, но на самом деле это не совсем так, потому что у черных есть такой ответ. Если черный пробивает, например, то тогда это за белых победа, а если черный играет сюда, то тут, например, если так, то это двойная кубарьба. То есть, все очень сложно, все очень сложно за белых, но путь к победе есть. Путь к победе есть. Не осуждаю Ливычина за то, что он собирал этот ход, поскольку это самый крупный ход на доске, это ход в обратном центе за него, но Шинчжинсо играет сюда, успевает сыграть сюда, и получается двойной око. И двойной око, которая ознаменовала собой победу черных. то есть белым ну, белый пару раз пробил, видимо, чтобы посчитать баланс. Да, дальше сенте ход, сильный ход, но просто сенте, да. Ну, дальше, в принципе, ничего уже не происходило, то есть игроки спокойно доиграли Йоса, да, в итоге белым пришлось закрыть это око, на что черный пробил, и в итоге, учитывая, что черный удержал у себя этот угол, черный выиграл с перевесом в полочках и вышел в полуфинал этого турнира, и полуфиналы были такими. В одном полуфинале Шен Чун Со играл с Тан Цяо, во втором полуфинале Гу Зи Хао играл против Пак Гин Хо. Пак Гин Хо это на данный момент один из сильнейших профессионалов Кореи, у него седьмой дан, он не девятый дан, но при этом играет очень сильно, входит кажется, в топ-8 или в топ-10 корейского рейтинга. Вот, ну и не буду дальше затягивать, в финале этого турнира встретились Гу Зи Хао и Шен Чун Со. Так что следите за обновлениями на канале РФГ и в скором времени, в скором времени после того, как вы смотрите это видео, выйдет обзор финала этого турнира. Вот, ну а на этом я с вами прощаюсь, всем спасибо за просмотр и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok